Что происходит с аккумуляторами, которые приходят к вам в сборе из Китая, уже готовые. Касается электромотоциклов, электроциклов и тому подобное. Здесь идёт жёсткая, прям реальная жёсткая, хорошая рама. Да, это у нас UCR-ка. Это UCR-ка. Модель и цепь, и ремённая передача, и мотор-колёса. Для Минграда, наверное, если сюда вот такой аккумулятор поставить. Слушай, тут вообще много чего лезет. Вот, а так здесь вот редуктор, мотор, обслуживать не надо. Для гонщика, кстати, да, кому интересно, будет такая вещь. На ней можно будет реально порысачить. Хотите свои аккумуляторы, идите мотор-колесо, хотите переделаем на цепь. Контроллер полностью настраиваемый. К нему идёт подключение прям к компьютеру. И мы полностью в реальном режиме времени можем его перепрошивать, менять параметры. Давай. В общем, ребят, бомбяо сделали. Если влагу защиты не делать, мотор-колесо долго ходить не будет, сразу говорю. Вот эти контроллеры можно модернизировать. Благодаря вот такому блютузному прибору можно заходить прям через телефон, менять любые параметры. Назаранее, да, бронируйте, потому что такую технику забирают быстро. Вне зависимости, на самом деле, даже от её цены. Тоже чисто японец, это Хонда. Это тоже Хонда. Квадроцикл. Вот, скоро ещё появится лодка или протяги? То есть, их два. Урал? Да, специально, чтобы, если здесь что-то не подойдёт, мы снимем со второго, чтобы из двух сделать один, ну, красивый. И коляски вверх. Да, да. На всякий случай. Привет, друзья, из мастерской Электро-Еж. Сейчас немножко с вами разберём в таком режиме Live новую кастомную сборку мотоцикла Suzuki. Поставили цепь, двигатель электрический. Есть контроллер на свет. Контроллер полностью настраиванный. К нему идёт подключение прям к компьютеру. И мы полностью в реальном режиме времени можем его перепрошивать, менять параметры. У него есть возможность... Он сам себя как бы настраивает вместо... То есть, такая функция, как будто он... То есть, он включает всё сам и проверяет, всё ли корректно работает. Типа настройка автомата? Да. Автоматическая настройка, типа и коррекция всех элементов. Круто. Плюс ещё у нас получается через приложение, да? Да. Настройка идёт крутящего момента, что-то было... Вообще, любых параметров мы можем уменьшать. Крутящий момент... Можем поставить, сколько мотор должен крутиться. Хоть там... Хоть сто в минуту, да? Можем поставить три тысячи, можем тридцать тысяч поставить, наоборот, в минуту. Сейчас, Саша, включите его. А, где-то там волшебная кнопка. Ну-ка, давай. А, задняя. В общем, ребят, бомбяо сделали. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, мать их. Ещё что-нибудь сделайте там. Чё-нибудь в комментариях напишите. А хейтеры всех в жопу. Вот, ребят, реально, потому что собираем... Да, есть китайские запчасти, да, собираем из них. Но видели бы наши БМС-платы, вы бы обалдели. Такой Китай вообще просто никогда не ставит. Хотим показать, что происходит с аккумуляторами, которые приходят к вам в сборе из Китая. Уже готовые. Это касается электромотоциклов, гранциклов и тому подобное. Пакетная КБ. Его раздуло. Специально для вас сейчас открыли. Да. Вот что происходит с пакетами, которые стоят внутри. Это пакетный аккумулятор. Пороскоро шло. В разные стороны. То есть фактически что происходит? Из-за дешевой БМС-платы, которая стоит на данных аккумуляторах. Плата, что у него в мозгах, никто никогда не знает. Начинает думать самостоятельно. И перезаряжать аккумулятор или подавать большее напряжение. Естественно, пакеты не справляются. И приходят к вот такому состоянию. И сейчас, в принципе, на данном наглядном примере покажу, почему мы начали собирать именно самостоятельно аккумуляторы здесь. И какие у нас БМС-платы идут. Ну вот, сравните. Наглядный пример. БМС-плата, которая идет из Китая, родная в сборе. Комплектация БМС-платы, которую ставим мы при сборе своих АКБ. Для электромототранспорта. Последний квадроцикл, который отдавали клиенту, был уже собран нами. Так что думайте сами, что лучше. Либо мы соберем вам аккумулятор здесь, либо вы закажете вот такую вот штуковину сами. Где-нибудь на Алиэкспресс. Или Таупау. Мы выбираем ходовую, чтобы ее не менять. И максимально лучший пластик. То есть, что-то меньше затрачивают на ремонт. Это ключевое при выборе кастового. Чем больше, соответственно, будет недостатков при этом, это все равно сделать. Плохой пластик, значит, украсить. Если колеса не, значит, его надо купить. Ну и так далее. В общем, поэтому, основное, на что надо обращать внимание, при кастовом. Все остальное мы делаем. И считается просто вот запчасти плюс стоимость без покраски. То есть, грубо говоря, любая работа любого кастового, это составляет как бы запчасти. Вот раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Стоимость, это стоимость запчастей. Плюс пятьдесят, это чтобы все это сделать. Не считая, что потрасить, перекрасить, перетянуть сиденье кто-то захочет. Ну и так далее. Ведь можно же опять, почему стоимость запчастей. У нас есть свои поворотники, а кто-то хочет оставить такие, да? Поэтому вот переделка, это такая сложная штука. Ну да, по ценам образования. Да, ну в принципе, можно посчитать по запчастям и понять, а сколько стоит мод, это уже каждый выбирает себе сам. Все из права работы. Теперь все разбираем, красим, начнуем заново. Собирать и делать проводку. Ставить сюда красный пластик. И скоро этот мотоцикл будет выглядеть как новый. И ездит очень круто, мега круто. Все хотят попробовать мощный, да? Пожалуйста. Ну все как раз. Да, скоро можно будет попробовать. Приезжайте, увидите и мастерскую, и склад, и технику, которая у нас представлена. Все есть в открытом доступе. Пожалуйста, ни от кого не прячемся. Все покажем, расскажем. Доступно объясним. И помните правила мотоциклиста. Упал, купил. Просто так покататься, приехать. Побить нам технику не получится. Ну мы сделаем, а кто-то его потом разобьет. Ну конечно, так дело не пойдем. Так, ребята, теперь мы решили устроить такой, так называемый челлендж. В общем, для тех, кто не верит, что мы действительно занимаемся сборкой электромотоциклов здесь. У нас в России, либо собираем сами там какие-то вещи, как аккумуляторы, допустим. То есть, берем китайские, там, мотор-колеса, если они качественные, типа QS Motors. В общем, такой челлендж. Приезжайте, платите двойную цену за мотоцикл. Ну, мы вытаскиваем все запчасти прямо здесь в мастерской, собираем его при вас. Ну, сколько на это уйдет? Сутки? Двое? За сутки соберем. За сутки соберем. В общем, готовьтесь сутки сидеть здесь, заплатить двойную цену за то, что вы собрали. Мы разобьем, там все запчасти будут новые, они будут видеть. И при них появятся новые мотоциклы. Ну что, кто на челлендж, а? Добро пожаловать. Макс и спутер, я как-нибудь ему корпусы сделаю. То есть, он будет вот здесь ставиться. Максичек. Вот колесо собрано на ременной передаче. Все, сейчас это все полностью, все подготовлено к сборке. Все покрашено. Сейчас пролезу ее сюда. То есть, все стойки заново покрашены. Ремешочек. Все будет как новое, красивое. Вот здесь будет аккумулятор, соответственно. Нержавейка сделана на короб. Будет закрываться он. Вообще огонь. В общем, ребят, ожидайте. Смотрите, следите за новостями. Дело в том, что технику... Конструкция полностью здесь переделана вообще. То есть, все посадочные места, они сделаны заново. То есть, здесь просто только саморану осталось. Внешне. Все остальное переделано. В общем, ребят, по поводу этой техники, к которой мы даем информацию. Если есть желающие что-то приобрести, обращайтесь желательно заранее. Бронируйте, потому что такую технику забирают быстро. Вне зависимости, на самом деле, даже от ее цены. Потому что здесь вот прям ручная сборка, вы сами видите. Нет, это же все вещи, кстати, надо заметить. Вот это чисто японец вообще. То есть, это настоящий японский мотоцикл. К нему доверие, надеюсь, у любых есть. Он может там сейчас не сильно модно выглядеть, с одной стороны. Уже устаревшая модель. Но нам надо перебрать на другую любую, не проблема. Но здесь качественно все сделано. Чик, будет долго кататься и наслаждаться. Это точно. Учитывая того, что еще тех обслуживаний, в принципе, минимально. Это тоже чисто японец. Это хонда. Это тоже хонда. Квадроцикл. Скоро будет квадрик тоже из бензового электро. Кастом. Здесь вот раньше мы в другом. Мы уже посадочное место сделали. Приварили уши амортизатора уже. То есть, мы его, в принципе, уже практически осталось тут. Только надо посадить его окончательно. И уже можно будет подключать все. Круто. Колеса от него? Колеса от него, да. А вот что тут стояло. И под аккумулятор здесь можно проехать, наверное, уже там... Не надо, наверное, если сюда вот такой аккумулятор поставить. Слушай, тут вообще много чего лезет. Да. Вот так здесь вот редуктор, мотор. Обслуживать не надо. Один раз делали и все. Ну, только расходник какие-то, да? То есть, тормозные колодки еще что-то. Ну, тормозные колодки, да, это понятно. Больше ничего. Ну, в принципе, здесь. Вот так. Тоже японец. Ну, да. Дальше мы дойдем еще до Уралу. Мы ждем мотор к Уралу. А, да, кстати, да, ребят, забыли показать. Тоже стоит Бамбяо. Урал. И мы ждем мотор сюда. И будем уже тогда его тоже все делать. Пока не обращайте внимания на внешний вид. Понятно, что все будет чиститься, шкуриться, что-то меняться. Нет, он будет как новый. Да, ничего гнилого в продажу точно не пойдет. У нас есть еще один такой. То есть, их два. Урал. Да, специально, чтобы если здесь что-то не подойдет, мы снимем со второго, чтобы из двух сделать один некрасивый. Правильный подход. Круть. Да, кстати, он же с коляской будет. Он будет с коляской. И коляски две. На всякий случай. Вот, скоро еще появится лодка, мере, притягивая? Нет, скоро появится отка, которая пришла в коробку уже сейчас. А как же лодка? Когда будем плавать на лодке электрически? Ну, все сразу. Сейчас пришла коробка КОКЕ. Будет акап баги электрические. Она уже пришла. Случение рамы, да, усиленной в лодке? Да. Гоночный болид. Для гонщиков, кстати, да, кому интересно, будет такая вещь. Динамика разгона. Именно почему решили сделать баги, потому что электрическая баги будет совершенно другая, в отличие от манзилы. Там другие характеристики будут совершенно немножко. То есть, вот на ней можно будет реально порысачить. Пулять прям. Резимно порысачить тракторную. Человек, который приедет на попробовать, я думаю, ему очень понравится. Да, ребят, не забывайте, приезжайте на тест-драйв. Запись есть у нас на сайте. Звоните по телефону, пишите в WhatsApp. На любой странице можете написать в WhatsApp напрямую. С вами свяжутся, пообщаются, все расскажут. Телеграм-группа. Подписывайтесь, заходите, добавляйтесь. Там тоже частенько обсуждаем много всего интересного с нашими подписчиками, с будущими клиентами, с покупателями. Если у кого-то есть какие-то вопросы, тоже там часто их задают. Мы обо всем рассказываем. Мы делаем разные абсолютно вещи. Два скутера, один с мотор-колесом, другой с приводом. Абсолютно разные подходы. И разные у них будут характеристики. Да, получается и цепь, и ременная передача, и мотор-колеса. Все, что хотите, по вашему желанию, по требностям и возможностям. Да, вот еще нюанс при вообще эксплуатации дальнейших мотоциклов. Обращайте внимание на раму. Почему мы так критично относимся к тем самым НИЗе, к Киви-Саки, которые идут электрически из Китая. Там рамы... Здесь проварено все. Видно жесткая и хорошая рама. Сюда также вставляется хорошо-легко аккумулятор, в отличие от той рамы, которая идет на НИЗе. Здесь идет палка и идут тонкие трубки, которые приваривают сюда. Здесь этого нет. Здесь идет жесткая, прям реальная жесткая, хорошая рама. Да, это у нас UCR-ка модель. Ну и также логично, что Custom тоже собранный из бензинового, имеет полноценную мотоциклитную крепкую раму. Жесткую раму, надежную раму, скажем так. А это основа мотоцикла. Абсолютно верно. Так что тоже на это обращайте внимание, там, при заказах, при покупках электромототехники. Это не только мотоциклы, те же квадры, да, то есть и так далее. Так, еще загляну к нам сюда, на мини-склад. Технику потихонечку разбирает ее. Вот квадрик, про который я говорил, по поводу аккумулятора. То, что собирали сами для него. И едет еще много всего разного интересного. А куда делся этот, кастомный, Honda? Магазин. Ага, магазин отдали. Под реализацию. Вот такая штука защита. Перетянутые сидушки. Тоже было сделано под заказ. Кстати, у нас сайте есть. Можете посмотреть по ценам. Вовнутрь можем впихнуть также все, что хотите. Хотите свои аккумуляторы, хотите мотор-колесо, хотите переделаем на цепь. Поставим этот двигатель. Звоните, спрашивайте, интересуйтесь. Всегда поможем, расскажем. Что, где, как, почем. Подготовка водозащиты. То есть мы сейчас смажем все провода специальным лаком. Чтобы они хорошо были защищены, не грелись, не перетирались. Потом посадим на герметик и закроем. Если влагозащиты не делать, на то колесо долго ходить не будет. Сразу было. Ну, потому что сюда попадает все равно вода. Ну, попадаются. В любом случае. Вот эти контроллеры можно модернизировать. Вот туда подключается, как раз модуль Wi-Fi, да, Bluetooth. К ней идет уже работа через приложение. К ним подключается. Сейчас даже могу показать, как... Сейчас я принесу Wi-Fi на модуль и покажу. Так, у нас один с Wi-Fi на модуль, а другой без. Вот этот вот с Wi-Fi на модуль. Все можно впаять даже там, где нет. У нас есть отдельно. То есть, когда мы его впаиваем сюда, то есть, благодаря вот такому блютузному прибору можно заходить прямо через телефон менять. То есть, не подключаясь к компьютеру. Прямо просто менять любые параметры. Можно просматривать работу контроллера. Смотреть, что у него и как работало. Ну, то есть, все проверять. В общем, да, удаленно. Без мешочек. Смотрите на тест-драйвы. Смотрите, чем мы занимаемся. Допустим, недавно информация была в соцсетях, да, по поводу того, что у нас появились аксессуары, допники, запчасти. Все это есть. Также в наличии можно посмотреть от амортизаторов, да, как и было написано, там, до прям целиковых гидролиний, тормозных систем, электродвигателей, мотор-колес, аккумуляторов. И вплэдер, аксессуаров, экипировки, защиты. Все есть в наличии контроллера, пожалуйста, плэд до последних самых фишечек и даже GPS-трекеров. А вот такую штучку, кстати, сделали интересную. Квадроцикл у нас выходил, теперь будем делать такие вещи, наверное, на все квадроциклы. Люди спрашивают, чтобы они были, эти фаркопы, для прицепов. На квадре действительно очень удобная штука. Стрельбище. Ммм, передать бы вам запах. Сами сидим. Поэтому, кто не приехал в тест-драйв, сам виноват. Точняк. Да, ребят, если что, подъезжайте. Нет, для тех, кто покупает, надо сказать, что мы реально организуем отдых там. Ну, это логично. Покупаете мод, лопаете шашлык. Самое что, обидное, что это? Вот, из арбалета, из ружья, там, покупаться в бассейне, рыбалка тут. Любой каприз. Все. Да, это вам не шоу-рум в Москве. Сань, захвати пиво. Так, за руль никто не садится. После выпивки. Покатались на тест-драйве. Хотите обсудить цену, сумму, скрасную сборку. Можно будет попить пивка. Но только после. Только. Музыка? Я думаю, что никто не предложит такого. Я уверен, что 100% никто такое не предложит. Только в электро-еж. Special for you. У кого такое есть? Ребят, вот что значит экологически чистый транспорт в Подмосковье? Когда есть своя земля, свой магазин, свой склад. Грибочки. А? Как вам? Идем дальше. Экскурсия по земле электро-еж. Кто приедет на тест-драйв? Ребят, бассейн. Так что, девчонок, берите сразу с собой в купальниках. Мангал, шашлычки, стол. В купальниках? На потоке просто 20 человек. Правильно, мотоциклист. Музыка? Все, что хотите. Идем дальше. Так, это если пострелять. Арбалеты, винтовки. Здесь садик свой. Красная смородинка. Ммм, красота. Это я сейчас наверху. Наш складной прицеп. Очень хорошая штука. Кстати, ребят, можем сделать даже такой прицеп под заказ, если кому интересно. Гаражное хранение просто супер. Складывается напополам, прям обе стойки поднимаются. Винтовочки. Все, что нужно для культурного отдыха. Пойдем на кастом. Ну да. Так, мастерская наша. Вы уже ее видели, знакомы, наверное, с ней. Так, дальше у нас. Едем дальше. Потом беру. Наши мотики. Пожалуйста. Техника. Пригнанная. Запчасти. Все в наличии. Здесь такая небольшая витрина. Можно посмотреть, что есть. Аксессуары, естественно. Защитная экипировка. Все есть, ребят. Приезжайте, не хочу. Кстати, вот такое интересное решение. Зарядная станция. Приобрели по случаю в Китае. Можно подключать прям. Кто хочет, закидывайте монетку, заряжайтесь. Такая копивочка. Собственно. Ну, крутая же штука. Все, что? Все супер. Идем дальше. Офис. Ну, офис пока еще. Так, он немножко на ремонте. Ну, уже функционирующий. Там запомнить какие-то документы. Еще что-то. Подписать договора. Все есть. Да не, не пойду туда. Я хочу шашлыков поесть. Все хожу, доснимаю. Сколько можно. Так что, ребят, добро пожаловать в гости. В Электро-Еж. Опознавательный знак. Российский флаг. На ангаре. СНТ Возрождение. Боевой флаг, да. Приезжайте. Будем рады всем. Приезжайте на тест-драйвер. Все покажем, расскажем. Покатайтесь. Поедите шашлычка. Кстати, заодно покажу вам мод эвакуацию нашу. Какая штука. Сборная платформа. Специальная для техники. Так что, если куда-то даже отправлять недалекие регионы от Москвы, запросто можно провести без проблем. Без всяких сторонних организаций. Своими силами, так сказать. Приезжали в скутер. Прям аж присел, бедолага. Давай. Вообще смесь не сдвигается. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Продолжение следует...